И здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Андрей Харейс, и добро пожаловать на новое видео по F1 2020, и это уже шестнадцатый этап режима MyTeam за Поста и Росса. И Сингапур, Сингапур, по идее, должна быть то ли интересная гонка, то ли скучная гонка. Ну, посмотрим, как будет в этом ролике, да. Хотя по длине ролика вы, возможно, уже догадываетесь, какая будет гонка, но давайте потянем интриги, пожалуйста, давайте. Квалификация, в принципе, тут только один вариант, это проход в третий сегмент с медиума, никак иначе. Если в первом сегменте, то спокойно берешь софт и с одной попытки выходишь с первой позиции дальше, то второй сегмент с медиума надо будет постараться пройти дальше. Опять-таки, как я и говорил, первая позиция в первом сегменте, ничего такого удивительного нет, у аэродинамика 8.10 или 8.11, что-то в таком духе, это просто идеально. Также у нас Магнус он взял и вышел дальше, какой он молодец. А во втором сегменте, оказывается, вообще без проблем смог пройти с медиума. Прям совсем без проблем. Со второй позиции с медиума просто вах конфетка. Первым только ботас, который квалифицировался на софте. Не только я один брал медиум на второй сегмент, а из тех, кто его брал, я первый. Первый, да. Две десятки до ботаса, учитывая разницу в комплектах, это просто пропасть. Магнус он 14, ты прям молодец, даже не последний. Ну и переносимся на мой самый быстрый круг в этой гонке. Он получился, кстати, достаточно хорошим. И да, тут если бы были строгие средства, скорее всего, он был бы не засчитан, но строгие средства для девочек, да? Ладно, наверное, всё-таки обычные средства для девочек. Короче, ладно, не суть важна. Кстати, очень красиво мне нравится, как выглядит Сингапур в этой игре. Прям, ух, прям. Особенно на матовом хала, это прям мега красиво. Первый сектор улучшаю намного, хотя я пока что иду вообще пятым. Ошибся, очень сильно ошибся, прям мега сильно ошибся. И всё равно я продолжаю улучшать. Не знаю как, но тут было очень легко мне наверстывать всё то, что я потерял. Я уже паду на шестую позицию. Но дело в том, что прям чё-то боты тут очень слабые. И опять-таки, как я и говорил в Монсе, со следующего гран-при будет сложность ботов 107, а потом может быть и 108, и 109, до 110 вряд ли я дойду. Ну, короче, вы поняли. Улучшаю с времени Ферстапина почти 4 десятых. И остаётся ещё третий сектор, где я больше всего отыгрывал ботов. Скорее всего, это из-за динамики 8-1 как раз таки. Ну и, собственно говоря, тут у меня вообще никаких проблем не было. Просто достаточно хорошо проезжаешь близко к барьерам, но не в этой попытке. И всё, в принципе, завершаешь свой круг. И прыгаешь на свой второй пол. Да, это второй пол за посты Роса в режиме My Team. Просто ещё и на три десятки лучше, чем вторая позиция. И да, как я и говорил в Монсе, тут уже чёрный Мерседес. Сейчас вы это всё, конечно же, увидите на повторе. Ну, а пока что полная стартовая реша, как я и говорил, я на поле. Со мной рядом стартует Льюис Хэмилтон. Дальше у нас стартует Валь... Нет, Алекс Албан и Вальтери Боллс только четвёртый. Максер Саппин Шарли Клер. Севастян Тидель Серхио Перес. Даниэль Рикердо и Лэнс Ролл замыкают топ-десятку. На самом деле, с лос-словностью 105 уже становится реально скучно. Поэтому срочно надо повышать. Прям срочно. Потому что, ну, да, ты берёшь пол на три десятки относительно Мерседеса и уезжаешь дальше. О, ой, это спойлеры гонки! О, нет, нет! Как я мог? Ладно. Всё равно, в принципе, ни для кого это, наверное, сюрпризом не будет. По тактике игра вообще долбанулась и предлагает мне два питстопа со стартом с медиума. Прям гениально. Ну, я, конечно же, делаю один питстоп, медиум-хард до конца. И, в принципе, топливо даже не трогаю и просто отправился на трасс. Загорается все пять игней. Гастани в эту секунду срываются все со своих мест. У меня получается достаточно хороший старт. У Хэмилтона он получает достаточно плохим. И я просто спокойно захожу в первый поворот. А у Хэмилтона, Албана и Бонуса там уже адская борьба начинается. Те, кто стартуют с медиума, по идее, должны ехать на один питстоп так же, как и я. Значит, должна быть с ними борьба. Перед выходом напрямую между мной и Хэмилтоном было шесть десятых. Но, учитывая то, что у них дефолт аэродинамика пять-шесть, у меня восемь-одиннадцать. Он ко мне просто так, как космолет подлетел на это прямой. Что прям, не знаю. Но потом начинаются повороты, где я просто почему-то начинаю по полсекунды тупо рубить на где-то. И прям это становится реально скучно, когда ты едешь и просто уезжаешь от Хэмилтона, который на своем самовозном Мерседесе, по идее, должен наоборот от всех отъезжать. А не такой на своей полстой рост, которая крепкий и середня, кстати, с этого этапа по характеристикам. Ты берешь и его делаешь достаточно сильно. Ладно, на старте, как я и говорил, там у нас борьба софтраннеров, именно Ботаса и Албана. Они стартуют софта, значит, их будет два пидстопа. Не удивлюсь, если они поедут в софтар-кард. Хотя, думаю, кардов точно нет уже. Да, я забыл. Ладно, у нас также еще борьба была у Себасяна Феттеля и Лэнса Строла, или это был Сергей Перес. Короче, у Феррари и Рейсинг Пойнта была борьба, потому что, ну, на самом деле, очень сложно запомнить все это. И да, когда-то я это записывал, наверное. Гонку ехал где-то неделю назад, и никак не доводили руки, блин, это все смонтировать. И все еще, кстати, не проехал Россию, да. Найс. Так что это последний ролик, который у меня записан наперед. Вот. Ладно, продолжается у нас первый круг. Я уже больше, чем на секунду оторвался от Хэмилтона. Отрыв с каждым... с каждым поворотом просто растет. Да, напрямую, он отыгрывает, может, одну десяточку. Ну, максимум полторы, но не больше. На поворотах, особенно в третьем секторе, вы сейчас увидите, сколько я ему привез. После второго сектора, напомню, было 1,2 между ними. И сейчас пора смотреть, сколько между нами будет под конец данного круга. Уже я оторвался от него на 3 десятых. Это просто жесть какая-то. Не знаю, почему боты такие медленные. Вот почему? Это ж неинтересно. Ладно. Я оторвался на полсекунды с этого сектора. Это прям гениально. И дальше на спидстоп. Тринадцатый круг. Эти ваши Хэмилтоны и те, кто стартовали с медиума, знаете, на что перешли? На софт. Найс. У меня, да, комплект достаточно сильно изношен, но дальше у меня харда 100% хватает до конца. И только Леклер вроде у нас такой умненький и перешел на хард. Прям почет и уважуха. До Квята больше 30 секунд, так что я спокойно беру и после своего пидстопа выезжаю первым. И знаете, что после пидстопа идет? Вот не догадаетесь. Нет, никакая либо борьба. Нет, не борьба бота. Дальше у нас идет финиш гонки. Ах, как классно, как хорошо. Прям фанатею от данных гонок, когда ты отрываешься от второй позиции на 47 секунд. М? Каково? Вот прям, каково? Четвертой позиции я оторвался больше, чем на минуту. То есть, при желании, если бы я вообще срезал бы всю трассу, я бы четвертую позицию на круг обогнал бы. А так, всего лишь на минуту оторвался. Всего лишь на 47 секунд Леклера пройдет. Ах, это просто какая-то жесть была, а не гонка. Я ехал и просто я уже хотел заснуть, потому что ты едешь один и ничего не делаешь. Только на последних кругах я догнал круговых, было хоть что-то интересное в этой гонке. И просто ты едешь, у тебя глаза слепаются, ты хочешь, блин, повернуть в стену, сказать, ой, ошибка, ошибка, и я схожу, лидируя в гонке. Но не можешь, потому что надо в чемпионат очки приносить. И да, надо все-таки доезжать от этих 31 круг. И я вангу, если в каком-то чемпионате по типу Формулы, Формулы Зеро, вот в ОРЛ 100 прос будет уже Сингапур. Если в Формуле Зеро в каком-то из сезона будет Сингапур, это будет самая скучная гонка, потому что это будет тупо доезжалово с медиума на хард-переход. А учитывая то, что нельзя выбрать и хард, и медиум на квалификацию, просто все будут сидеть в боксах 15 минут, а потом за 3 минуты до конца выезжать на своих медиумах и показывать круг. Все, вот вам и будут все гонки в Сингапуре. Как будет тут интересно, прям, ух, прям. Я жду эту гонку в чемпионате, ну а так, давайте перейдем к результатам гонки. Я с лучшим кругом приезжаю первым, лидирую от старта до финиша, просто большой шлем собран, дальше Леклер Хэмилтон, Сайнск, Виат, Гасли, Албан, Ботас, Магнусон и Ландо Норрис. Мой напарник привозит, кстати, 2 очка, это прям, ух, молодец, уже 20 очков суммарно привез в копилку вот нашей команды. Подиум в Сильверстоуне и вот тут вот целых 2 очка, молодец. А мог, кстати, привезти больше, вот да, мог бы. В личном счете я еще больше отрываюсь от Леклера, который проходит, кстати, Феттеля. У нас Гасли проходит и Райкнина, и Акона, и Строла, и много, наверное, кого. Ну а до лидера мне 87 очков. А прикиньте, я возьму и выиграю чемпионат вот в этом сезоне, прикиньте, но ладно. Ладно, сложность повыше, все будет потруднее. В Кубе Конструкторов там никакого чемпионства не будет, до Феррари тоже далеко. Это будет третья позиция, если, конечно, я не сдам и Эрдбул не начнут побеждать дублями. Ладно, я прокачал 10-й, почти 11-й уровень пилота, у команды я вроде 13-й уровень, у нас обновление контракта со спонсором, ну и, в принципе, 2 дня надо забить какими-то активностями, и, в принципе, на этом все. Также еще я прокачал, наконец-то додумался прокачать отдел, получается, чего у нас там, маркетинга получается. Все два этих берка я вкачал по первому уровню, выбрал празднование награждения, которое просто ко всем отделам приносит положительные эмоции. Ну и маркетинг это все-таки нужная вещь, которую надо прокачивать, потому что у нас будет быстрее качаться уровень команды, больше будет, по идее, прибыли со спонсоров. Ну и, в принципе, износоустойчивость кому она нужна. Ладно, мотор у нас также прокачан, силовая остановка у нас прокачана до первого уровня, аэродинамика до первого, шасси до первого. У нас только два, получается, отдела будет с нулевым рейтингом, взял и отношения со спонсорами, и, получается, как же классно смотреть и вглядываться в маленькое окошко Sony Vegas, где нихрена не видно. Ладно, короче, оба берка взял, и на этом я, наверное, буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр, с вами был Андрюха Рейс, всем удачи, всем пока, и до встречи в следующих гран-при.